Если вы хотите узнать о конфликте с AmperPay и EvolveRP, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ах, AmperPay и EvolveRolliPlay. Это уже, знаете, борьба по типу, я не знаю, там, Android и iPhone, там, я не знаю, вернее, наверное, Android и iOS будут правильно сказать, потому что iPhone это всё-таки модель телефона, а iOS это система, но не суть важна. Это как, допустим, я там не знаю, ну, как сказать-то, вертолёты, самолёты, да, сравнивать, что-то наподобие того, как, допустим, я там не знаю, Windows и Mac сравнивать, то есть, ну, я просто, ну, это настолько уже глупо, что ли, но вот то, ну, если уже вас, знаете ли, втянули в весь этот конфликт, вас заставили, вроде как, за всё это отвечать, то будьте добры ответить. Но сейчас, ладно, давайте я немного поподробнее расскажу всю вот эту вот историю. Был проект СамПРП, своего рода гигант, в своё время наделал очень много шумихи, благодаря в том числе и Вячеславу Иванькову. Кто такой Вячеслав Иваньков, я, наверное, потом сделаю, не знаю, отдельный ролик или там где-то ещё упомяну более детально, потому что это такая, знаете, личность, которую нужно разбирать так основательно и как-то её просто вскользь вот так вот упомянуть, что-то там сказать как-то, то есть, личность так или иначе не особо однозначна, и сказать что-то одно по поводу неё, это, ну, немного неправильно, как лично мне кажется. Так вот, осуществовал СамПРП, и потом в каком-то таком, знаете ли, бородатом году, возможно, в 2015-2016, вот уже пошёл на скат. И где-то примерно, там, я не знаю, в 2017-2018 году, вроде как это было в феврале, открывается новый проект под названием Evolve Roller Play под лозунгом «Вернём старую атмосферу СамПРП». На это появились также многие ютуберы, в том числе Андрюха Кевски и все прочее, но дабы вот как-то получше понять всю эту историю, советую вам посмотреть один из лучших моих обзоров первого сезона, СамПОбзор Максим Кудрявцев, там всё это рассказывается, объясняется, то, как там все вот эти, знаете ли, посты покупались, удалялись, а то, как там всё это делалось, то есть, там прям много информации, и вот тут, опять же, пересказывать это, ну, совсем, скажем, прямо не то. И, в общем-то, было как-то так, то есть, там, вот, всё это было. СамПРП был, и вот появился Evolve Roller Play, который стремительными темпами начал развиваться за счёт закупки рекламы, за счёт привлечения, там, каких-то новых ютуберов, за счёт, там, привлечения каких-то, я не знаю, именитых скриптеров, возможно, и вот разработки разного рода обновлений, связанных со всем вот этим, вот такими всеми штуками. И, в общем-то, Evolve Roller Play в какой-то момент, там, знаете ли, уже более-менее приблизилась к СамПРП по функционалу, но, знаете ли, в чём дело? По функционалу, именно по удобности, по юзабилити, по всему прочему, но, знаете, в чём дело? Вот этот вот лозунг по восстановлению старой атмосферы, ну, он абсолютно точно не удался вообще. То есть, никакой старой атмосферы на Evolve Roller Play там даже и не пахнет. Для того, чтобы почувствовать старую атмосферу, просто включайте какую-то, знаете ли, такую ностальгическую музыку, заходите на любой из проектов из серверов СамПРП и вот, то есть, и начинаете играть. Всё. Больше вам ничего не надо. То есть, ну, всё, ну, объективно, а что ещё-то нужно, как бы, всё. И вот, ностальгируйте. Никакой Evolve Roller Play для всего этого не нужен. И Тарко не так давно выпустил свой видеоролик, там, про конфликт между СамПРП и Evolve Roller Play, где там всё это, опять-таки, разобрал, всё это сказал и вот всё-всё-всё прочее. В общем-то, призвал, если говорить так коротко, Evolve Roller Play к ответу. Ну, вот, как так вообще вышло-то? Ну, что это в самом деле такое? И, знаете ли, мы дождались ответа. Опять-таки, то есть, до этого отвечал всегда Леонид Литвиненко, и сейчас Леонид Литвиненко, как бы, опять-таки, ответил. Кстати, забавный факт, есть также неплохой исполнитель с фамилией Литвиненко, но давайте будем, вот, без всего этого. В общем-то, он заснял ролик 11-минутный, который вроде как должен, знаете ли, вот, всё это разобрать, всё это вот, то есть, сделать такую, знаете ли, работу над ошибками, сделать всё прочее. Но, к сожалению, мы получили с вами, как бы так сказать, но не то, чтобы говно, не то, чтобы ролик абсолютно не состоять. То есть, вся аргументация данного видеоролика, если прям коротко, если не вдаваться в какие-то особые подробности, если прям коротко, типа, Леонид Литвиненко говорит, Леонид, зачем вот ты опять вспоминаешь всю эту ситуацию, как бы, украли, не украли, восстановили, не восстановили мы мод, а сам про ПЭ, атмосферу и так далее, если недавно умер Вячеслав Иваньков? Леонид, я всё понимаю, да, про умерших, либо правду, либо никак. Ну, это как бы настоящая цитата, если мало ли кто-то не знал. И, типа, ну, в самом деле, ничего плохого про Вячеслава Иванькова я сказать не могу, да никто, ничего за ним плохого не было, объективно говоря. Но, тем не менее, какая, блядь, скорбь, там, блядь, чуваки даже не знают, кто это нахуй такой, какая скорбь всего сам, под чё ты говоришь такое, блядь? То есть, ну вот, я не знаю, это настолько мерзко. Таким, знаете, тем, что умер человек, прикрывать то, как вы, блядь, украли мод. Вот, лично, по моему предположению. То есть, смертью человека, который этот мод кровью и потом делал, дорабатывал, усовершенствовал и так далее, этим оправдаться. Вы чё, блядь? Вы чё, ёпта? Это чё за... Сам ПРП, сам ПРП, Вольф РП, Вольф РП, но, как бы, не оправдаться, это дело святое. Пиздец. Леонид, блядь. Как такое вообще получается? Я ничего не понимаю. Если действительно ты уважаешь Вячеслава Иванькова, так будь добр, нормально, уже ответить на претензии, которые были поставлены. В чём проблема-то? Я не понимаю. И тут вот так... Как? Почему? Зачем ты это делаешь? Ты вот это вот ответь. Леонид, ну, в самом деле, не можешь ответить, так ты и не говори, пожалуйста. Со смерти Вячеслава Иванько, он там какой-то 14-го числа умер, или какого-то там, я не знаю, ещё числа. Узнали мы об этом в 20-х числа. Где-то Тарк выпустил ролик, где-то там, я не знаю, неделю назад, да? И то есть, в самом деле, ну вы что, блядь? Что это вообще такое? Ну, я не знаю. Ладно бы он в тот же день выпустил, да? Когда все такие, ой, Вячеслав Иваньков умер, Вячеслав Иваньков умер. Да, неприятно. Но люди в нашем мире умирают, как бы, постоянно. Вам чёткую претензию сказали. Двойна, там, сам ПрП, Вольф, Ролиплей и так далее. При чём тут Вячеслав Иваньков-то? Вы бы хоть в дань какой-то памяти, всего прочего, там, я не знаю, ну, хоть как-то бы постарались ответить нормально, что это такое? Леонид. Ну, что это? То есть, всё, лично для меня с Леонидом, всё было понятно, когда, вот, Павлов юзал читы, там, использовал какие-то, заставлял подписчиков юзать читы, использовал какие-то ещё, там, знаете, вот эти вот все привилегии свои админские на сервере, Вольф Ролиплей, 0.3, по-моему, это был сервер, на котором сказали, что тут ютуберам не будут выдавать абсолютно ничего, что тут у ютуберов будет, как бы, всё нормально, за всем будет жёсткий контроль. И Владислав Павлов, это есть всё в ролике Ангела Касады, если он там не скрыт, потому что он много роликов подскрывал за их, типа, неактуальность, вроде того. Тем не менее, даже у меня, вроде, ролик есть на эту тему. Как так-то получается? Что это вообще такое? Не стыдно, Леонид? Ну, ты просто не стыдно? Ну, ты ответь хоть как, ну, потому что, ну, и мне было стыдно за то, что вот ты сказал в самом деле. Я Вячеславу Иванькову не знал абсолютно. Я вообще считаю, что Вячеслав Иваньков, то есть, умер неофициально, неофициально умер где-то в 2018 году. То есть, всё, о нём было ничего не слышно и где-то с 2018 года это было. И как бы, ну, вот так. И сейчас он умер, да, жалко, разумеется. Был неплохой человек, поднимающий проект. Тем не менее, оправдываться вот как-то Вячеславом Иваньковым тем, что вот Тарка как-то вот, ну, у меня в голове это просто не укладывается. Ребят, ну вы чё, в самом деле? Ну, как так можно? В общем-то, IP Arizona Rully Play Phoenix сервера, на котором был снят этот самый геймплей данного видеоролика находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Можете туда перейти, ознакомиться со всей информацией и там же есть ссылочки на всё остальное. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.